После открытия Олимпийской деревни парижских игр в Сен-Дени, Макрон прокомментировал свои недавние слова о возможной отправке войск НАТО в Украину и назвал каждое свое слово на эту тему взвешенным и обдуманным. В Кремле не на шутку возбудились, и Путин во время своего послания включил режим турбо-шантажа, помахав в сторону Парижа и Брюсселя ядерными ракетами. Однако в НАТО не впечатлились. Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин заявил, что Путин не может хотеть войны с НАТО, потому что Россия проиграет и проиграет быстро, получив подавляющие ответ. Тем не менее, Пацанва настроена решительно. Если бы Ламброза изучил лица слушателей, заполнивших зал гостиного двора, то был бы впечатлен. Путину удалось довести популяцию постсовков до абсолютной деградации, где аплодируют мясным штурмом, а чудовищные потери личного состава именуют боевой закалкой и бесценным опытом. Но и этими результатами деградации Путин не удовлетворен. Он анонсирует смену элит. Именно отморозки мародеры теперь должны выходить на позиции воспитания молодежи, возглавлять регионы, предприятия. Лизоблюды прошлого призыва вождя уже не устраивают. Ему беспримесных людоедов подавай. С ними и на ядерную кнопку нажать не страшно. Такие не отступят. Таким можно доверить и пещеру, и собственную шкуру. Кстати, недаром режиссеры трансляции усиленно избегали показывать морду Силуанова. На ней проступали боль и отчаяние, когда пляшивец с легкостью грузчика швырял в зал обещания по раздаче денег. Так и читалось на его скорбной физиономии. Драть будете, ваше крысейшество. Три шкуры драть. Еще бы. Война требует средств, а схематозников поджимают санкциями с разных сторон. И не только санкциями. Из-за украинских ударов по НПЗ Россия с 1 марта ввела временный запрет на экспорт бензина и увеличила нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. В то же время Индия уже ищет замену российской нефти, которую она пока что будет покупать, но дешевле санкционного ценового потолка. А ведь ее еще нужно доставить. И поди ж ты, найди такие танкеры. Схематозники грустят. Между тем уже четыре страны НАТО не исключили отправки своих военных на территорию Украины. Эстония, Литва, Нидерланды и Британия. Правда, для Нидерландов еще пока не время. Зато небольшое количество британских военных в Украине уже есть. Хотя нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию, уточнил премьер-министр Риши Сунак. А глава Пентагона Остин и вовсе предрек неизбежную войну с Россией в случае поражения Украины. Страны Балтии беспокоятся, что они могут стать следующими жертвами агрессии русских. Они знают Путина, отметил Остин, знают, на что он способен. И откровенно говоря, если Украина проиграет, я действительно считаю, что НАТО будет воевать с Россией. Помимо этого встанет вопрос и о том, можно ли считать США надежным союзником и партнером, добавил глава Минобороны США. В дни траура внутри фашистской оппозиции по умершему Алексею Навальному в Европарламент проскользнула его вдова Юлия с душесчипательной речью о том, как надо бороться с монструозно-мафиозным режимом и помогать хорошим русским, сотрудничая с ними. И вот уже евродепутаты призвали не путать россиян с воинственным автократическим и клептократическим режимом Кремля. Оказывается, режим этот всего лишь мафиозный, а вовсе не неофашистский и необольшевистский. Получается, война в Украине отнюдь не имперско-захватническая со стороны России, а кланово-мафиозная. Время для внедрения этой ложной повестки выбрано удачное. Если вы ее не примете сейчас, значит нет у вас сердца и эмпатии к скорбящей вдове оппозиции и одинокой матери. Если европейские политики и дальше пойдут за этой лубянской дудочкой, репутационных потерь не избежать. С 1 марта в пещере начинается окончательный раунд битвы за суверенный интернет. Роскомнадзор фронтально наступает на VPN-сервисы, как на главное зло, без устранения которого невозможны и другие ограничения вражеских ресурсов, например, YouTube. Теперь под запрет попадает любая реклама сервисов, позволяющих обходить блокировки. Стигматизация враждебных Кремлю информоресурсов и окукливание медленно, но верно работает. Глубинарии отшатываются от западных медиа, погружаясь во мрак невежества, возведенный в степень страха. Пацаны взяли на вооружение старый большевистский паттерн. Это есть наш последний и решительный бой. Махач неизбежен, и во избежание сомнений в победоносной пацанской правоте пещера должна быть наглухо закрыта, а мозг совкапитека наглухо отбит. С такой армией деградантов можно и на Берлин, и на Вашингтон ломануться. Бросай пить, вставай на лыжи, до родной Аляски рукой подать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова